МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гости вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте «50 рецептов первого» раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство «50 рецептов первого». Просто вкусно! Настало время в этой программе поговорить о погоде. Все потому что у нас сегодня английский выпуск. Welcome to the table! Английский обед ждет вас с Мариной Ковратьевой и шеф-поваром Артемом Ракетским. Доброе утро! Что нужно для того, чтобы приготовить вкусный обед? Желание, умение, любовь к кулинарии. Поэтому предлагаю приступить к любимому делу. Я как очевидец могу смело говорить о том, что тема кухни самая веселая и, вместе с тем, полезная тема для британцев. Потому что кухня в Британии считается сильно, очень сильно разбавленной, она всегда смешанной. И считается, что в принципе у британцев как таковых нет своей кухни. То есть они любят индийскую кухню, они любят японскую, итальянскую, португальскую, совершенно разные виды кухонь. Но своя у них кухня крестьянская, простая, народная. И они зачастую улыбаются, когда о ней спрашиваешь. И благодаря таким людям, как Хестер Миндаль, великий шеф, который в принципе из этих старых веков, 16-17-х, возрождает эту британскую кухню и дарит миру такие понятия, которые были забыты, как говядина Виллингтон, как пастушный пирог, который мы с ней приготовим. И на самом деле это уникальный шеф, который в принципе так позиционирует британскую кухню и популяризирует ее в мире. Вот что удивительно получается, Артем, страна, у которой достаточно блеклая, я бы сказала, кухня, родила столько выдающихся шеф-поваров. Это тот, которого ты сейчас отметил. Это Джеми Оливер, Гордон Рамси, сколько. Их там очень много на самом деле. И люди действительно творят из живых, настоящих, простых продуктов, которые доступны людям, которые там живут. Они создают шедевры кулинарии. Сегодня мы попробуем понять британскую душу. Сложно это сделать, конечно же, через кухню, проще сделать, наверное, через юмор, потому что англичанам он ближе, чем их кухня. Но мы попробуем понять все-таки кухню. И поэтому у нас на столе сегодня роскошная говяжья вырезка. Из которой получится прекрасный мясо в тесте. Беллингтон, да. И название-то, кстати, нет названия города в Новой Зеландии. Название это от имени, имени графа Веллингтона. Что еще будет с тортом? А также мы сделаем еду британских крестьян. Пастуший пирог. Пастуший пирог. Итак, друзья, сегодня у нас английский, британский даже обед из говядины Веллингтон и пастушьего пирога. Попробуем понять эту английскую душу. И, конечно же, поговорим о погоде. Начинаем готовить. Говядина Веллингтон. Говяжья вырезка, копченый бекон, слоеное тесто, мука, яйцо, сливочное масло, растительное масло, горчица, тимьян, розмарин, чеснок, базилик, красное вино, соль, перец, английский мясной пирог, картофель, говяжий фарш, морковь, репчатый лук, томаты в собственном соку, растительное масло, сливки, чеснок, сливочное масло, сыр моцарелла, яйцо, сметана, петрушка, соль, перец. Все, начинай, Артем. Вот, послушаю, про как раз таки ты и начинай. Для этого возьми пару морковин, пару луковиц, мелким кубиком их нарежь. Прям мелким кубиком? Да, потом стругами немного чесночка петоками, и это все обжарь в сотейнике. Хитренький ты, Артем. Да. Мелким кубиком морковки. Я тем временем оставлю вариться картофель, да, здесь у нас почищенный картофель, вода, немного соли. Я тем временем возьму говяжью вырезку, это идеальный отруб для приготовления говядины веленкинг. Так, продолжим про английскую кухню. В Англии очень классно развить фастфуд. Это и фастфуд, и слоуфуд, фишн'чипс. Фишн'чипс, правильно. Я, кстати, ела фишн'чипс, я делала это в Лондоне, в столице, а также в периферии, в небольшом городке Борнмут, на побережье. В периферии. И, честно сказать, конечно, Лондонский мне больше понравился. Свежая-свежая белая рыба, нежирная какая-нибудь треска, она прям вот как будто только что выловленная, зажарена в кляре, и рядышком сочная, такая вот по-картофельному сочная, насколько сочной может быть картошка, прям такая сладкая, уютная, рассыпающаяся во рту, дольки запченого картофеля, обязательно горошек там есть, и какой-нибудь соус к этому. Простая еда, абсолютно простая, но под бокальчик английского темного эля... Ммм, восхитительный обед у меня пошел. Получился за 13 фунтов, помню точно. Англичане очень много едят бобовых, и преимущественно фасоли. Англичане действительно на душу на теление съедают фасоли в год больше, чем кто бы то ни было в мире. А фасоль содержит такие вещества, которые успокаивают нервную систему. Оттого, наверное, англичане такие вот уравновешенные и спокойные внешне. Но вы не видели англичан в пятницу вечером, проходя мимо какого-нибудь паба. Ох, народ такой горячий на самом деле, да. Это кажется, что они такие холодные и бледноватые снаружи. А если речь о пятнице... Гулять так гулять. Гулять так гулять, да. Да, я этим временем слегка приправлю говяжью вырезку, да. Добавляем соль, перец, бежий розмарин, который мы слегка перережем. И немножко свежего тимьянчика. Артем, что по твоему говядина Веллингтон в классическом ее исполнении, и что меняешь в ней ты в приготовлении? В классическом используются так называемое такое рагу или зажарка из грибов, да. То есть грибы сжариваются, добавляется сливочное масло, делается такая пюреобразная субстанция, потом промазывается ей бекон, и уже, соответственно, делается такой дополнительный слой грибной, да. То есть грибы не использую. Я обхожусь сугубо беконом, тестом и непосредственно самой говядиной. И готовлю очень интересный соус на тех прижарочках, в которых будет жариться говядина. Так, теперь добавляю немного растительного масла. Да, мне тоже нужно растительное масло арта. Что я еще должна нарезать? И горчички, дай, пожалуйста, сточем. Морковушку я нарезала, что еще? Лук. Лук тоже кубиком, да? Да. Заплачу сейчас, небось. Да, где мне нет? Можешь, нет? Я тогда большую одну возьму. Горчицы и чеснок. Нарезаем пятаками и также отправляем говядиной. Английская кухня. Продукты, на самом деле, друзья, все те же, что и у нас. Абсолютно. Тот же лук, та же морковь, та же фасоль. Очень много гороха используется в кулинарии. Тоже мясо, которое мы привыкли видеть. Я бы сказала, Артем, даже, ты знаешь, смело могу заявить, что ангелинская традиционная кухня очень похожа на белорусскую традиционную кухню. Да, потому что тоже вытушивает, выпаривает. Вот это вот такая домашность присутствует. Такая достаточно жирная кухня. Вот это вот мясо, все это. Сегодня, кажется, уже современное общество, современные британцы меньше жиров используют. Но в целом, крестьянская кухня, она такая. Она без большого количества специй. Англичане любят подчеркивать вкус натуральных продуктов. Точно как и мы, белорусы. У нас тоже ведь в традиционной кухне очень мало специй. Ну, такие как тмин, я не знаю, еще перечерные, немного специй. Англичан тоже абсолютно немного специй. Несмотря на то, что они обожают индийское карри. Итак, друзья, наконец-то наступил тот момент, в котором сопровождается практически любая наша программа. Момент, когда на кухне запахло жареным лучком и морковочкой. Согласитесь, практически в любой кухне мира есть эта традиционная зажарка, этот традиционный букет. В этот букет сейчас мы добавим еще тимьяна, розмарин. И чеснок. Я вот чеснок нарезал пятаками. И от того он станет еще ароматнее. Да. И чеснок. Я тем временем разогреваю сковородку. И будем, так называемо, запечатывать. А если быть точнее, зажаривать говяжью говядину, да. Все, теперь ты можешь частями говяжий фарш забрасывать, да. Этому чуть больше половины будет достаточно, но небольшими кусочками. Раскинула, разбила, разбила, да. То есть мы делаем основу для нашего пастушьего пирога, да. То есть опять-таки простые продукты. Лук, морковь, чеснок. И, в принципе, простой, дешевый говяжий фарш, да, который, в принципе, можно приготовить из обрез каких-то мясных, да. Да, вот ту же говядину беленьку мы готовим. У нас остались обрезочки, да, мы их можем скрутить. И, в принципе, и отправить в пастуший пирог. Белорус, я уверена, практически любой, который нас сейчас смотрит, захочет все-таки добавить немного свинины в этот фарш. Конечно. Чтобы она была, чтобы он был сочнее. Не проблема. Не нужно этого делать или можно? Почему можно? Можно добавлять любую часть свинины, говядины. Цыпленок, может быть, тоже здесь, никаких проблем в этом нет. Баранина, индейка, крыльчатина, все что угодно. Так, тем временем обжариваем говяжью вывеску. Какая она у тебя красивая, Артем. Конечно. Какая красивая. Да. А как ты ее выбирал, расскажи нам, как вот если бы я пошла в магазин, как правильно выбрать вывеску? Ну, во-первых, цвет, бордово-красный цвет, да, ты видишь, чтобы она была прям, ни в коем разе там не светло-коричневая, да, то есть это признак перемороженного мяса, да. Это должно хорошо пахнуть. Если мы покупаем охлажденный продукт, если мы покупаем замороженный продукт, то это сугубо внешний вид. А ты покупал охлажденный или замороженный? Нет, мы покупали замороженную говяжью на риску. Но ты не прогадал. Ты доволен с этого выбором? Я не прогадал, да, я полностью доволен. А какого она должна быть размера, чтобы вот, ну вот, что говорит о том, что она вкусная? Побольше или поменьше? Ну, средний размер. Средний. Не маленькая, не большая. Большая же будет, мне кажется, более такая жестковатая и не особо ароматная. Да, средняя – это самый такой, ну, правильный размер говяжьего риска. Я так понимаю, внутри мяса должно остаться сыром немного? Слегка, медиум, да. Медиум, да? Угу. И как нужно обжарить ее для того, чтобы она внутри осталась сырой? Мы еще будем запекать ее. А, еще и запекать. То есть обжарить слегка, а потом запекать? Да, да, да. Со всех сторон мы запечатываем мясо, чтобы оно было сочнее, да, и потом уже, соответственно, будем заворачивать славяное тесто в бекон. Это просто бекончик. Какой у нас восхитительный бекончик сегодня. Шикарный бекончик, да. И, соответственно, мы делаем, выкладываем его в рядок на доску, куда потом мы будем укладывать говяжью вырезку. Аккуратненько, друг за дружкой мы его застилаем. А что еще, интересно, ты в Англии увидела? Расскажешь? Однажды мне очень захотелось мяса, и я пошла в местный паб, заказала себе ребрышки. Мне принесли огромную тарелку ревер, а под ними лежал огромный стейк. Я была в шоке. Я ела, 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 ела. Я, конечно, не доела и так наелась. И там еще было много картофеля, луковых колечек, все это соусом, все это элем запивая. В общем, восхитительный у меня был ужин. Мясо англичане готовят превосходно. Но, честно говоря, листая меню, очень сложно на чем-то остановиться. Это непривычная еда. Бургеры, фишинчик, ну и, в принципе, стейки. Если ты хочешь здоровую еду, ты просто заказываешь кусок хорошего, качественного мяса и какой-нибудь салатик. Вот и все. Кухня достаточно скромная, меню не такие, как у нас, знаешь, посидишь и листаешь, как книгу. Ой, это ужас. Да, именно маленькие меню, видимо, блюда такие, которые любят сами англичане. Мне очень понравилось в Англии, что касается продуктов, что, что бы ни купил, все высококлассно. Даже консервированная кукуруза, вот такие зерна кукурузы, без сахара, без соли, просто чистые, натуральные продукты. Тесташки, о чем бы ни шла речь, все высококачественное. Да, нам кажется, эти продукты дорогими, но качество, конечно, плохого не найдешь. Высшее качество продуктов, очень хорошее. Смотри, бекончик я аккуратненько друг за другом слайсы уложил, говяжью резку мы обжарили. При помощи ножа подворачиваем бекончик и собираем такой рулет. Как красиво, Артем, как красиво у тебя получается. Да, и собираем такой рулетик. О, Боже. Дай просто тарелочку. Это очень по-английски. Мясо в беконе, мясо, да еще и в беконе, да. Не хватает ребрышек. Не хватает, наверх. Ну, у нас же будет пастуший пирог с мясом. То есть это у нас практически готово. И теперь очень важный момент, да, мы будем готовить на вот этих вот пригарочках, которые у нас остались в сковородке, соус. Для этого мы возьмем кусочек сливочного масла, отправляем его в сковородку. Мне кажется, самое сложное в приготовлении говядины Веллингтон, это как-то... Розмарин, тимьян, добавляй по веточке сюда. Правильно приготовить мясо, чтобы оно внутри осталось сырым, медиум, и в то же время, чтобы тесто снаружи тоже приготовилось и не сгорело. Ну, это надо зажарить. Сначала надо хорошо зажарить мясо, и потом уже, соответственно, его запекать. Да, и добавляем красное вино. То есть мясо должно быть приготовлено так, как надо, сразу, потом обернуто. Оно будет остаться немножко сырым. Еще больше сырым, как нам нужно. Оно будет минут 12-15 запекаться в духовке с тестом, и, соответственно, дойдет до состояния медиум. Запоминаем, друзья, эти моменты и хитрости. Именно на основе их и получается правильно приготовленное блюдо. Вот такой чудесный соус у нас получится на основе красного вина. Красное вино, сливочное масло, тимьян, розмарин и пригарочки. Пригарочки, это очень важно. Пригарочки, которые остались на сковородке. Мы сейчас их все соберем при помощи соуса и с добавлением розмарина, тимьяна, красного вина и сливочного масла. Все, оно парится буквально в два раза, и соус у нас, в принципе, будет готов. Смотрите, друзья, что происходит у меня. Все достаточно просто и очень по-белорусски. Как я и говорила в начале программы, кухня очень схожа. Обратите внимание, у нас говяжий фарш, нарубленные кубиком морковь и лучок обжарены. Добавлено туда тимьян, розмарин, фарш. Все это протушено, и следом идут томаты в собственном соку. Итак, берем сыр для нашего... Весили половину, Артем, для пирога. Давай весь сыр моцарелла. Ух ты! Они жирные, да? Да, сыр моцарелла для нашего прекрасного пастущего пирога. Я тем временем заверну в тесто слоеное говядину. Берем тесто, присыпаем слегка мукой стол и раскатываем. Выкладываем говяжью риску. Соответственно, заворачиваем. Заворачиваем в такой вот рулет плотненько. Артем, как правильно поступить с замороженным тестом, когда готовишь Веллингтон? Мясо ведь теплое. Нужно ли до конца размораживать тесто или не совсем? Смотри. Во-первых, мясо у нас полежало, немножко отдохнуло, да? Соответственно, оно уже приняло... В прохладном столе. Да, практически комнатную температуру. Тесто лучше доставать за минут 20-25 до того, как ты готовишь. Ну, оно у нас холодное, да? То есть потрогай. Холодное тесто, да? И, соответственно, с ним ты работаешь с холодным тестом слоеным. Теперь нужно три желтка куриных яиц. Половина пойдет на смазание вот этого прекрасного Веллингтона, а половина для того, чтобы смазать пастущий пирог. Хорошо. Так, а я тем временем перекладываю на противень говядину. Очень важно класть вот этим вот швом, так называемым, который остался от теста, да, на дно, на дно формы. Тогда он у нас не так сильно, как говорится, разойдется. Теперь мне нужны желтки. Да-да-да, почти. Готово. А я сделаю такую небольшую красоту, да, то есть мы немножко так вот причем тесто. Такие вот полосочки. Оставим для того, чтобы у нас получился какой-нибудь красивый... Ваши желтки, сэр, мистер Артем. Перемешиваем при помощи кондитерской кисточки желтки. Слегка посредственного масла нальем. И промазываем желтком обильно тесто. Ой, какой желтый, как желтой краской разукрасил. Смотри, какая в кастрюле у нас еще красота получилась. Давай покажу нашему зрителю. Обязательно. Чтобы он видел, как это аппетитно выглядит у нас, такое а-ля баланьеза. Ну что, отправляем в духовочку за 185 градусов. Если поддержим минут 12-15, получим медиум. Минут 20-23 получим уже более прожаристые мяса. Прекрасно. Мы сварили картофель, воду мы слили. Добавляем сливки. Готовим пюре из картофеля, верно? Такое очень плотное пюре. Плотное, густое пюре, да. Немного молока. И сливочное масло. Конечно. Куда без сливочного масла, да. И при помощи толкачки мы добиваемся консистенции той, которая нужна нам для... Доставай портвенек небольшой. Смазываем его сливочным маслом. Переминаем хорошенько пюре. Миксер использовать не надо. Если даже получится слегка грубоватое пюре... Если у вас есть большой и сильный мужчина в доме, миксеры вам не надо. Да. Если даже получатся небольшие комочки картофельные, то это, наоборот, будет, мне кажется, более интересной текстурой. Это пекан, в этом харизма этого блюда. Но у меня получилось идеальное картофельное пюре. Да не может быть. Проверяй. Давай. Идеальное пюре. Комочек. Хорошо. Идеальный комочек. Он идеален. Поехали. Укладываем слой картофельного пюре. То есть картофельное пюре как бы делишь пополам. Я поняла. То есть половину мы укладываем на... И прикрываем. На дно. Потом мы отправляем туда наш подготовленный фарш. И... Сыр когда пойдет? Потом сыр. Потом слой картофельного пюре. Промазываем желтками. И получаем восхитительный пюрок. Ой, не знаю, не знаю. Как же это вкусно, Артем. А жирненький? Не оставляй, главное, никаких... Пюрок. Пюрок, да. Здорово. Все, теперь уходит фарш. Поехали, весь. Ох, много. Посмотри, чтобы тоже не было много. Очень круто. Как ты мне так все доверила, Артем. У меня прям вот тут вся такая хозяйка. Самое главное почти. Все, можешь хватить? Ну, тут капелька на самом деле. Отлично, давай. Откладываем. Вот, вот это вот колоритная... Натуральность, природность. Простая британская еда. Шикарно. Которую в наших широтах может приготовить каждый. Теперь наступает время... Еще раз картошечка. Сыра, правильно. Простите, простите. Насыпаем все это дело обильно сыром. Позволь мне закончить. Да, да, я тебе бы это доверила, да. Здорово. Достаточно? Достаточно. И непосредственно картофельное пюре, которое у нас осталось, мы укладываем сверху. Также ровненько, без полостей. Без изъянов. Блюдо без изъянов. Уже, в принципе, можно кушать, да? Под воздействием теплого пюре сыр начинает плавиться. Почему мы используем моцареллу? Потому что это только плавкий сыр, видишь? Он прям такими плавится нитями, что позволяет начинку удержать между двумя слоями картофеля. Мне кажется, этот пирог позволит удержать всю семью дома. Хотя бы на какое-то время. Отвлечет всю семью от телевизоров, планшетов, ноутбуков, телефонов. Наконец-то. Потому что блюдо это стоит вашего внимания, друзья. Оно простое, уютное, семейное, домашнее. Абсолютно точно. Несмотря на то, что оно британское, оно еще и белорусское. Потому что приготовили мы его из белорусских продуктов. Ничего не выдумывая, не придумывая, ничем не дополняя. Все это, возможно, выросло у вас в огороде и в вашем сарае, даже, может быть, или в соседском. Да, мы аграрная страна, и мы способны сами создавать еду, продукты, а потом их готовить и превращать во вкусное блюдо. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов минут 15, либо до образования красивой румяной корочки, потому что все ингредиенты у нас, в принципе, здесь готовы. Итак, друзья, у нас сегодня британский выпуск, британская кухня, традиционный крестьянский фермерский пирог, пастуший пирог, а также говядина Веллингтон, блюдо высокой, ну, более такой высокой кухни, да, Артем? Да. Вкусное семейное блюдо, праздничное и повседневное. Оставайтесь с нами, совсем скоро мы все попробуем и обязательно поделимся с вами впечатлениями. Для приготовления говядины Веллингтон мы использовали говяжья вырезка, копченый бекон, слоеное тесто, мука, яйцо, сливочное масло, растительное масло, горчица, тимьян, розмарин, чеснок, базилик, красное вино, соль, перец. Для приготовления английского мясного пирога мы использовали картофель, говяжий фарш, морковь, репчатый лук, томаты в собственном соку, растительное масло, сливки, чеснок, сливочное масло, сыр моцарелла, яйцо, сметана, петрушка, соль, перец. Начнем с дрога. У нас получалось с такой массой. Текучий сыр, сметанка. Как мне нравится, что мы все же не добавляли свинину. Какое мясо говядины такое выжиренное. Такое достаточно диетического мяса получилось. С картошечкой, со сметанкой, с поджарочкой. Друзья, ну, все-таки у вас есть в холодильниках, готовьте прямо сегодня. И можете презентовать своим гостям, своим домашним, как вот крестьянское английское блюдо. Как же хочется попробовать эту говядину. Обожаю сырое мясо. Да, самое классное, когда остаются боковые кусочки теста. Да, они такие аппетитные, пропитанные. Их надо вот мясо с тестом брать или как? Немножко бекона. Ой, я и забыла, что тут есть бекон. Неполепно. Неполепно. Нет слов, как это вкусно. Но это сложно. Это? Угу. Ну? Ну? Потому что нужно правильно приготовить. Технологию соблюсти. Да. Степень прожарки имеет значение. Имеет значение. Если мясо пережарится, все. Так же остается на вкус и цвет. Не каждый полюбит мясо медиум, да. То есть если даже немножко промахнуться в большую сторону с прожаркой, так же получится прекрасно. Потому что это тесто удержит соки мяса. И получится блюдо в любом случае вкусно и правильно. Это даже звучит вкусно. Друзья, не медлите, готовьте обеды. Вкусные обеды, ужины, английские, белорусские, французские, итальянские. Любые. Друзья, только готовьте. Вкладывайте любовь и энергию в то, что делаете. И поверьте, вам это вернется обратно. Энергии, любви, позитива, радости, вдохновения. И если в семье царит такое настроение, то там не может не жить счастье. Все сокращенные выпуски рецептов вы найдете на нашем официальном инстаграм-аккаунте 50 рецептов. А выпуск нашей программы в хорошем качестве ищите на ютуб-канале телеканала Беларусь-1. Друзья, радуйте своих близких, свою семью такими теплыми, домашними, вкусными обедами. До новых встреч. Пока. До скорого.